Всем привет! Это Тань Матань на канале Позитивная Идея. Я сегодня расскажу недостатки своей кухни, чтобы я изменила категорически, если стала покупать уже другую кухню. Потому что, когда я брала эту кухню, у меня не было совершенно опыта проектирования такой кухни, эксплуатации. И, конечно же, кажется, что в следующий раз когда-нибудь я все эти недостаточки учту. И сегодня я про все эти недостатки расскажу. И, может быть, сейчас вы, покупая эту кухню, когда я брала, не было интернета, не было ютуба, а у вас есть такая возможность посмотреть и запроектировать свою кухню уже с учетом чужих ошибок. Ошибки важнее, чем удачная кухня, потому что именно на ошибках учимся. Взоряя ютуба мы учимся не только на своих ошибках, но и на чужих, на наших, на блогерских. Поехали! Чуть дальше отойду от своей кухни и посмотрите, какая красота у меня там наверху. Ну, что я могу сказать? Сейчас очень модна тенденция делать кухню до потолка. И я все время думаю, я все-таки сделала бы до потолка. Но очень большое пространство. Но тогда у меня не было такой возможности. То есть пусть вот эти полки, я найду на них что хранить. Здесь всегда есть вот это вот хранение, которое вот ты убрал, редко пользуешься, и тебе лучше встать на табуреточку и оттуда достать. Ну вот, например. Например, вот эта вот емкость. Я ее не так часто использую зимой, летом чаще. Но все равно это для сушки салата. Я вынуждена ее хранить на холодильнике. А если бы были у меня высокие полочки, я бы ее там хранила. И сейчас у меня это место для хранения сувениров, которые очень-очень мне душевные. Но вы понимаете, что, представляете, вот каждый раз с муками я вот туда забираюсь, вытираю пыль. Потому что я каждый день это не делаю. Это муки. И никто не делает. Это вот абсолютно. Можете мне хоть не убедить меня, что кто-то вот каждый день забирается туда, чтобы пыль вытереть. И, соответственно, она там копится. И вот здесь вот в душе вот это гложет, что там она копится. Это пыль, и ты каждый день к ней не добираешься. Реже у меня попадает этот кадр в угол. Реже у меня попадает этот угол в кадр. И уже есть вопрос, а где же ваша хлебница? Вот она, моя хлебница. И она с выдвижной такой штучкой. И с выдвижным... Э, э, э. Вот так она выдвигается. То есть можно резать хлеб. Хотя мой муж не любит там резать хлеб. Я всегда считала, что это удобно. Но было принято много мер для того, чтобы всё-таки он там резал хлеб. Всё равно он берёт ножи в одной стороне. Я и ножи пыталась там хранить для резки хлеба. Всё равно не приживается. За столько лет так и не прижилось. Хотя идея, казалось, была бы хорошая. И в чём этот угол? Мне не нравится. Сейчас вот так вот отодвину. Вот это пространство. Вот эта вот маленькая щёлочка, которую я оставила. И всё время туда что-то норовится положить. И я уже для того, чтобы, знаете, святое место пусто не бывает. Для того, чтобы ничего туда не складировать. Я уже нашла, что должно там лежать всегда. Оно заняло там место. Это пульты от телевизора. Они всегда теперь там лежат. И вроде используются как вот такой вот ящичек. И я всё время жалею. И до сих пор не сделала. Не подвесила хлебницу. То есть в идеале я хотела, чтобы она была подвешена. И у меня есть такая возможность. До сих пор это не сделала. И вот я под низом бы чего-нибудь там ещё бы поставила. Ну, например, специи. Которые у меня вот здесь вот хранятся. Вот видите. Но мне вроде нравится. То есть всё в моих руках. Но так я этого и не сделала. Потому что не сделала этого с самого начала. Так, надо всё здесь натереть. Натереть. А то кто-нибудь увидит у меня какое-нибудь пятнышко. Скажет, что я не могла протереть. И так снимаешь. И так трудно тебе. Вот не трудно. Протираю, протираю. Перейдём к вот этой части. Духовка. Я очень хотела, чтобы у меня духовка была приподнята. У меня есть газ. И плита у меня газовая. Но я сделала электрическую духовку, чтобы она была у меня микроволновка плюс духовка. Два в одном. Я 90% рада, что я объединила. Потому что у меня не занимает место микроволновка. Но у меня были случаи, вот всё-таки, когда мне нужна была одновременно и духовка, и микроволновка. Если есть место, не экономьте, делайте два. Но я очень довольна, что я подняла, и внизу у меня, видите, ящички, что они на уровне руки. Это действительно очень-очень удобно этим пользоваться. Но зато у меня электрическая духовка из-за этого, а не газовая. Но готовить в электрической мне больше нравится. Она у меня очень-очень давно. Очень старенькая. Сейчас даже не по... А, Бош, господи, вот здесь вот ещё. Бошевская. Всё меня устраивает по качеству, по функциям. Всё хорошо. В этом отношения нет. Поэтому если кто-то будет задумываться, то, в принципе, я рекомендую. Очень удобно, когда и микроволновка, и духовка объединена. Я говорю, я пока не пожалела прям, что я не хочу это переделывать. И не хочу никак там занимать дополнительно пространство. И оно у меня аккуратненько смотрится. Но, когда я проектировала, вот сейчас про вот эту вот дырочку буду рассказывать. Почему же у меня образовалось вот это пространство? Потому что мне на самом деле замерчить неправильно сделать замер. То есть, если бы он мне правильно сделал, мы бы подняли достаточно до этого уровня. И там всё закрылось. И вот этот вот ящичек, я его ненавижу, он у меня узкий. И в нём что-то хранить, да, вот видите, сравните. Во-первых, линия, как бы, да, не продолжается. Во-вторых, он узкий, в нём неудобно что-то хранить. И, кстати говоря, вот скажите, почему-то меня отговаривали в кухнях, что будет вот здесь вот крест и что это плохо, если у вас бутылочница и вот эта часть. Я не понимаю, в чём здесь плохо, но вот они так считают, что это плохо. Вот напишите мне, почему вот такое крестообразное продление является неэстетичным. Все разные отношения имеют к бутылочницам. Я довольна бутылочницей, но единственное, что мне всегда её нужно держать полной, потому что если бутылку вытаскиваешь, то они падают. И у меня был момент, один раз проливалась бутылочница, и знаете, как неудобно вот тут вот было отмывать. Это кошмар. И, кстати, вообще вот это вот место отмывания. Но я в другой бы кухне всё равно. И посмотрела у блогера, я тоже, у Наташи Горбатовой, что она здесь крупы хранит. И я переместила некоторые бутылки в холодильник, а сюда поставила крупы. Мне действительно удобно здесь соль, сода и манка. Вот три такие вот, вот они у меня здесь прижились. Следующая проблема, это вот этот вот угол. Первая проблема, вот она сейчас сухая, я её специально для демонстрации положила. Но я делаю это очень часто. То есть я снимаю и кинула на батарею. И у меня, как входишь, это угол самый центральный, у меня всё время какая-нибудь тряпка сохнет. Не могу бы это победить, никак вот эту сохнущую тряпку. Дальше, я жалею, что я не срезала здесь батареи, не встроила их внутрь. Вот потому что реально вот этот угол, видите, у меня сейчас сушилка на балконе, на заднем плане. Но не обращайте внимания, у меня ещё разборка лоджии, предстоящее видео и предстоящее действие. Так вот, я всё время жалею, что у меня вот этот угол никак функционально не использовался. Я жалею, что я не заглушила это окно, то есть не закрыла его. Оно мне вот особо не нужно. Я могла его сделать короче, то есть, ну вот прям обрезать как-то, да. То есть я могла обрезать подоконник, он совершенно мне не нужен. Развернуть, например, батарею, встроить её внутрь, сделать короче. Но суть в том, что я бы здесь всё время мечтала, что у меня не хватает шкафчика, и я мечтаю, что здесь будет у меня шкафчик. Я здесь хотела поставить штангу очень давно, чтобы здесь у меня были там стаканы, фрукты, там, да, бывают такие штанги. Но так я штангу эту не поставила, потому что я не хочу, чтобы у меня открыто висели бокалы, вот фужеры. Вот не хочу я, понимаете, вот мне не до конца не нравится. А из одной фруктовницы вот эту штангу делать я так и не сделала. В общем, мне здесь не хватает шкафчика, мне реально не хватает шкафчика. И я жалею, что я этот угол функционально не использую. Теперь у меня здесь вот такая вот зона, которую нужно как-то всё время обдумывать, что с ней. Ну вот скажите, хорошая идея, что на ручках висит полотенце. Ну, казалось бы, да? А почему? Оно всё по-другому, всё удобно. На самом деле, меня это уже утомляет. Я не хочу, чтобы полотенце так здесь висело. Когда я его повешу аккуратненько и чистенько, ещё ладно, пусть. Но ведь оно всё время торопишься, и оно всё время, да, то полумокрое, то полугрязное. И когда я там во влогах это попадает, я так расстраиваюсь, что у меня попадает в кадр вот это полотенце. У меня не очень острые вот эти вот углы. Я никогда по ним не сшибалась. Они потому, что у меня не на зоне движения. То есть там, где мы ходим, я их нигде не задеваю. Поэтому вот кто-то говорит, там острые ручки плохо. На самом деле, меня они не очень беспокоят. Но я говорю, я уже думала, что я бы вот сейчас, возможно, сделала бы подвесные петли вот сюда. И вот внутрь спрятала полотенце вот сюда. Вот у меня есть такая мысль. Вот. Но я прекрасно знаю, что по привычке я всё равно буду вешать сюда, поэтому не переделываю. Но реально я бы сделала бы по-другому. Не поддавайтесь этому соблазну. Это всё время будет как-то вот в какой-то момент всегда неаккуратно, понимаете. Вот как бы так сформулировала. Ещё по ручкам, что я могу сказать. Вообще ручки – это проблема заляпывания кухни. То есть я бы реже мыла кухню, если бы не было ручек. Мне не нравится механизм push, когда вот так, потому что всё равно вот в этом месте вы будете пальцами, значит, заляпывать. И мне нравится, что вот у меня вот здесь я не поставила никаких ручек. И у меня здесь система открывания вот так. Так, вот эта система самая лучшая. То есть я сейчас, если буду проектировать кухню, однозначно я буду брать только систему открытия вот таким образом. Никаким не push. А именно вот здесь вот там делается такая ложбиночка. И вот так открывается. Так, чтоб никто и не увидел, чтоб никто и не заметил. Комментарий, чтоб никто не написал. Всё, снимаю. Теперь про стиральную машинку. Вынуждена я была поставить здесь стиральную машинку. Если у вас есть такая возможность, ну, всё-таки это для ванны, зона ванны. Ну, у меня не было такой возможности, там у меня совсем тесно. И я всё время вот мучаюсь, мучаюсь. Потому что здесь должна быть посудомойка. И если вы думаете ставить посудомойку или не ставить посудомойку, ставьте посудомойку обязательно. Обязательно. Потому что вот уже вот у нас большая семья, там 4 человека. Большая, ого. Ну, 4 человека семья, сразу чувствуется, что нужна посудомойка. Когда 2 человека, 3 у нас, мы переехали с маленьким ребёнком. И как бы не было ещё такой популярности. А сейчас я прям чувствую, хочу в посудомойку, но у меня здесь стоит стиральная машина. Вот скажите, Таня, выкинь вот эту вот бутылку пустую из-под оливкового масла, которого ты из Греции привезла. И у меня рука не поднимается. Не могу ничего с собой поделать, потому что ей есть где стоять. Если бы ей негде было стоять, то она бы здесь не стояла. Жалею ли я, что я купила вытяжку такую в виде полочки? Нет, не жалею. Но в следующий раз, возможно, я купила бы другую. Но по другому поводу я сейчас расскажу. Я уже вот эти вот специи, которые у меня здесь стоят, я их пользуюсь ими пользуюсь. Меньше всего я показывала хранение специи. Они у меня есть в шкафчике. И, в принципе, те смеси, которые вот у меня в пакетиках, я ими пользуюсь постоянно, а вот этими практически никогда. Хотя у меня здесь вот раздельно, допустим, куркума, там еще какие-то у меня есть. Но я реально ими очень редко пользуюсь. Вот очень редко пользуюсь. И если бы они у меня где-то были спрятаны, то, в принципе, было все нормально. Но так как у меня есть эта стоечка, и я бы нашла и место, куда их пристроить. Но есть у меня эта стоечка, вот они тут и стоят. Поэтому, когда здесь полочки, мне кажется, какая-то вот кухня, вот мне вот такой вариант, а у меня ощущение, что это придает легкости. Для кого-то это покажет, что это придает, наоборот, какое-то там захламление и так далее. Но для меня это, вот не знаю, для моих глаз, вот я все время вспоминаю, как мы в Питер ездили, ну не знаю, для меня это какая-то вот такая зрительная отдыхая я, потому что я вижу милые для меня, для моей души вещи. Так вот, в чем была проблема с этой вытяжкой? Эта вытяжка, по-моему, арестоновская. Дело в том, что она 59 сантиметров. И тут она у нас сломалась. Перестала. Ну, уже столько лет, пора бы. И, ну, любой механизм ломается. Я решила, думаю, да, заменю. Так вот, на 59 очень мало вытяжек. Ну, их там штук 5 вы найдете на всем рынке. Причем большинство из них очень дорогие. Основная ширина 60 сантиметров. Вот я тогда не обратила на это внимание. А сейчас я не могу встроить никакую 60 сантиметров, потому что, ну, вы понимаете, здесь двух сторон у меня шкафчики, которые эту вытяжку прижимают друг к другу. Поэтому вот обращайте на это внимание. Я тогда думала, что это ерунда. А на самом деле не ерунда. В результате у меня муж ее подчинил сам. Там что-то там припаял, что-то там поменял. И она работает, но гудит она сильнее. Поэтому я все-таки, думаю, если бы я ее поменяла, поставила бы новую уже. Ну, уже когда, ну, истек ее срок эксплуатации, было бы хорошо. Но поменять на другое я ее не могу. Так, сейчас я сделаю опускание. Оп. Чтобы вам было видно вот эту вот, вот эту вот пластиночку. Я мечтала, чтобы у меня было, ну, вот друг на друга запил. Знаете, то есть бывает такая, запиливают сюда. И когда уже у меня стали ставить кухню, мне вот сборщик, а у нас очень хороший сборщик был, и мне сборщик сказал, а мы не можем уже делать по-другому, потому что у вас не идеальный вот этот 90 градусов угол. Вы его не вывели во время строительства. И я такая, а кто бы мне сказал, знаете, кто бы мне сказал до того, как я сюда вывела вот это вот, сделала, что настоять на том, чтобы угол 90 градусов. Тогда не будет вот этой планки. Эта планка, это все время сбор. Вот это здесь все время нужно подчищать, нужно чистить и зубочисточкой там проходить. И неровная поверхность вот эта, которая мучается, все время вот она задевает, вот все, вот я ее загородила, не видно. Вот это она меня бесит, потому что я каждый раз смою посуду, все время я вынуждена там делать дополнительную уборку. Поэтому если у вас на стадии проектирования, то делайте сразу, сделайте сразу, выводите вот этот угол 90 градусов. Если бы мне кто подсказал, я была бы очень довольна. Розетки. У меня две розетки. Я про это уже говорила, про нашу вечную борьбу за розетки с мужем. Всегда, везде старайтесь находить место для большего количества розеток. Если бы здесь было 4 розетки, я была бы счастлива, безумна. Техники у меня прибавляется. Одновременно у меня несколько розеток задействовано, когда у меня большая готовка. Я все время вот это вот мучаюсь, перетыкаю туда-сюда. И где могу, розеток увеличила до максимального количества. И вообще, точки электрические нужно проектировать с самого начала. У нас, в принципе, было все выведено нормально, под вытяжку. То есть, мы сразу проектировали, где у нас будут точки. И у нас напрямую выведены провода. И все выведено сразу на щиток, на электрический. Отдельно стиральная машинка на отдельном автомате. Вытяжку отдельно мы выводили. Отдельно духовку я выводила, электрическую. И все это у нас было подведено. Все это было запроектировано. Все точки. Но обычно, когда проектируют кухню, то если вы в салоне где-то будете ходить, консультанты, они вам обязательно эту рекомендацию дадут. Но по подсветке, что я бы хотела сказать. У меня подсветка, вот сейчас у меня она включается. Тогда не было, знаете, которые вот так вот touch. Сейчас можно, да, дотронулся, и она загорается. Вот так у меня подсветка. Так вот, хорошо мне сказали, я хотела поставить другие лампы. И мне, у меня знакомый занимался кухнями. То есть круглые такие хотела сделать. Я в то время точечные. Он сказал, Таня, они очень греются. И я очень благодарна, что он мне так сказал. Потому что потом уже на других кухнях я была. То бывают лампочки, действительно, от которых прям же, от вот этих вот лампочек, кроме того, что они там дневного света, они так не нагреваются. И вот эти вот моменты нужно тоже учитывать, что подсветка, она кроме красоты, должна еще и приносить и комфорт. И, кстати говоря, сейчас очень модно лофт-стиль. Так вот, все светильники лофтовые, под которыми я реально сидела, они все мощные, то есть и горячие. Вот я не знаю, то есть если бы я сейчас, у меня такой оригинальный светильник, но он не греется, от него нету тепла. А вот сейчас современные светильники, прям старайтесь включить их и постоять под ними, узнать мощность киловатта излучения от них. Потому что многие попадают вот на этот момент, что потом поставят, да, это красиво с дизайном, но она перегревает кухню, вот реально. И я вот, у меня теплые полы, кстати, на кухне, я об этом не пожалела, ни на йоту, что у меня теплые полы. Я, конечно, переплачиваю за электричество, но вот прям реально, это шикарно, это шикарно. И все ко мне когда-то в гости приходят, и говорят, ой, как хорошо. И после меня столько людей сделал теплые полы, после того, как пришли ко мне в гости, и уже делали свой ремонт. Ну вот, вот такие вот, хотела я вам рассказать про свою кухню, плюсики-минусики. Надеюсь, я что-то по максимуму вам рассказала, и это вам пригодится. Если я что-то не рассказала, я буду об этом рассказывать в своих других видео. Так, о, я же вот это вспомнила, так что смотрите все мои видео на моем канале позитивных идей. А, гляньте, гляньте, удивительно, она хотела кинулась очищать. Ой, боже мой, уж нас ранка, ты ничего не скроешь, хоть показуха здесь не устраивает, что ты здесь вот все чистишь, прямо всех на виду. Тьфу, смотреть нечего. Опять нечего смотреть. Опять от меня болтовния. Мне в такую кухонку. Ох, сколько же денег-то надо на такую кухню-то. Субтитры сделал DimaTorzok